Луиза, тебе какая свадьба больше нравится? Поэтическая свадьба или свадьба в подвале? В подвале. Почему? Потому что мы в подвале. Да, и вы в подвале с нами. Ура, четыре свадьбы. Да, давно хотели посмотреть. Давайте смотреть. Всем привет. Всем привет. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, ну вот и все, ты за мной. Я удивился, что ты так поздно начала подпевать. Я сдерживалась долго. О, привет. 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 Ну, конечно, покажет закадровый голос? Нет. Было бы прикольно, он такой задорный, было бы прикольно, если бы он ворвется на какую-нибудь свадьбу, типа, а вот это я, привет, и все такие, что? Блин, теперь мне интересно, кто ведет четыре свадьбы. Может, это какой-нибудь ведущий свадеб популярен? ...мой невесты, чтобы познакомиться и рассказать о своих свадьбах. Кто в подвале-то будет? Привет. И первый о своем торжестве расскажет прекрасная Александра. Всем привет. Мне 22 года. Я из солнечного дорогого парорта в Сочи. Дорогой парорта в Сочи? Я не была в Сочи. Вот этот будет. Да, самый дорогой в России, мне кажется. Да? Были в Сочи, вам нравится в Сочи? А какие еще есть? Ну, типа, Краснодарский край, это в Сочи есть, Анапа, Геленджик, нет? Ну, я, короче, не разбираюсь в курортах России, сорян, ба. Ну, учитывая, что там была Олимпиада и так далее, это, наверное, самый дорогой. Надо съездить. Надо съездить, снять влог, мы, типа, в Сочи. Давай, поехали. Будем сидеть тут. Молоденькая, наивная. Почему нежная? Как лотос. Моя стальба в европейском стиле, без всяких старых традиций. Это классно, это должно быть весело. Чего все такие добрые? Ну, значит, по-любому она будет откусывать этот кулич. Каравай. 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 Будут ходить с этими, с бегунками. Да, бегунки будут кидать бабки. Слушай, а сейчас вот, типа, все картами расплачиваются. Что кидают в бегунки? Я просто это. Я помню, что мы кидали в бегунки на свадьбе. У это, у друзяк. Не важно. Свадьба будет очень музыкальная. Мой жених очень популярный. Перец. Кирилл Желтков. Какой-то. Кто? Кирилл Желтков? Желтков. Сколько желков? Ой, недавно мы делали яичницу, и в яйце было три желтка. Да, у меня есть фошка. Мы даже сфотографировали. Если нам будет не впадло, мы прицепим куда-нибудь сюда. Ну, короче. И сейчас такая, Саша, было впадло. И даже этой надписи не будет. В общем, вы поймете. А может и Максим. Кирилл Желтков. Да, я даже не рада слышала. Для музыкального образования. А где ты училась? А где ты училась? Я не услышала вот этой певческой опоры. Вот этого грудного регистра. А если человек, этот пивун, он обязательно должен говорить? Нет. Чтобы у всех дребезжало все. В жопе. У меня знакомый, он охренительно поет, но когда ты с ним разговариваешь, ну, нету ничего такого. Типа, просто приятный голос и все. Ну, блин, да. Это все равно, что этот... Если человек боксер, он должен обязательно всех пи***ть. Да, сразу с первого. Привет! Привет, нах. Ушел. Пропустил. А бюджет свадьбы у меня 350 тысяч. Если им действительно удалось что-то сделать, приличное, за 350 тысяч рублей... Бюджет свадьбы у меня 350 тысяч. Европейское, без этих всяких традиций. У меня муж известный, а популярный пи***ц. Силтков, Кирилл. Кирилл? Надо послушать, может, классно поет. Первый стою. А пока... Привет. Ты знаешь, что он поет? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Что? Такая стильная вот эта девушка. Аплодисменты для свадьбы Екатерины. Катюша, привет. Рассказывай. Двадцать первая ночь. Понедельник. Все мне надоело. А читание столицы вам будет. Что происходит? Сочинил же какой-то издельник. Ненавижу Горьку. Любовь на земле. Фух. Все сложно. На таком проекте нужно говорить о своей свадьбе. Наша свадьба будет в романтическо-поэтическом стиле. Это будет тонкое, ну такое что-то нежное. Это будет в усадьбе. Я ее назвала Болдинская осень. Что такое Болдинская осень? Короче, это не очень интересно. Она нашла себе какого-то алкаша, походу. Типа поэта. Поэт-алкаша. Нашла себе поэта наконец-таки. Всегда мечтала об этой, о поэтической свадьбе. Ну, смотря какой поэт. Вот Слава КПСС тоже поэт. Да. Ну, это, наверное, веселая была бы свадьба. А может быть такая, эй, привет, детка, я поэт. У меня есть портре, нет. Ну, тоже поэт. Я как бы знать не должна. Я знаю, какая у меня осень в Сочи. Да я знаю, кстати, да, что захватоводская осень. Буду немножко похожа на Наталью Мочурову. Потому что у меня... У нее еще, смотрите, о мане падме хум висит на шее. Короче, она вся прям такая. А что такое о мане падме хум? Это все, что я знала про вот эту штуку. Ну, это, короче, я не знаю, что такое о мане падме хум. Я надеюсь, после этих слов у нас тут никто не материзуется. Ну, это, короче, какой-то знак то ли ведический, то ли не ведический. Ну, короче, вот этих всех товарищей, которые занимаются эзотерикой, осознанностью, духовностью. Короче, вот. Если вы в курсе, напишите, мы просто не очень в курсе. Вы тендажное платье? Я просто этот знак видела в подворотне на Загородном проспекте. Вот. Там в подворотне еще йогу преподают. То есть, это как-то должно быть аналитический ум. Ход йогы? Да. Где все потеют и занимаются йогой? Да, потеют и занимаются йогой. Там, типа, температура. Сейчас подумают, что реклама. Мы там не были, не знаем, классно, не классно. Мне нравятся такие люди, творческие. Она в этом живет. Ну, а я верю в плохую энергетику. Вещать таких. Ну, что она бывает как плохая, так и хорошая. Она верит в плохую энергетику. Чего? Вещей? Каких вещей? Просто в плохую энергетику. Господи, начинается порнография. Давайте быстренько. Типа нет, хорошая, только плохая. А. Что такое энергетика? Я знаю, что такое биоэнергетика из биохимии. Вот все остальное я, типа, не вдупляю. Это краткий экскурс по энергетикам в комментариях. А есть химоэнергетика? Химоэнергетика. В зависимости от того, какая у него история. И я надеюсь, что мне останется время не сесть перед свадьбой, помедитировать с ним, пообщаться с ним, чтобы не почувствовать его энергетику. Понятно, все, я это вауэнергетика. А, с платьем. А, с платьем вообще. Немножко чехов. Он знает, кто такие абориуты. Мне было дискомфортно слушать и не понимать. Это аббревиатура, расшифровывается как объединение реального искусства. Туда входили Хармс, Веденский, Олейников. Могла просто сказать обычными словами, а не какими-то заумными. Ну, это в школе проходили. Что тут заумного вообще? Это люди, которые в ситуации читают книжки. А сейчас простые и безумными словами о своей свадьбе расскажет следующая невеста. Надежда. А, я Надя. Рок-н-ролл, Надя. Я в Рязани. Свадьба будет в стиле лоу. На чердаке? В подвале. И даже побаиваются, что в подвал какой-то. В Рязань. В подвал в Рязани. Какой у тебя будет плать? Очень странно, что вот эта вот дама старше на 10 лет соседней дамы, а типа выглядит не старше. Я тоже не отличаю. Как это работает? Типа 20-30 лет я не могу отличить человека. Ну, то есть 22 года и 32 года. Да. Ну, нет. Я в общем и целом там типа 12 от 30 только могу отличить. А дальше как-то я совсем путаюсь. Поэтому, может быть, люди отличают. Я просто не в теме всё время. Ну, например, 6 от 8 я не отличу. А нам это и не надо. Да. Вам кому-нибудь есть 6 лет тут? Я не знаю. А что вы спросили «я не знаю»? Что-то про подвал. Про подвал? Какое платье будет? Я не знаю. Правильно. У меня полный трэш. Концепция идёт в разработке, в процессе ежеминутно и ежесекундно. Единственное, с чем я определилась, это с местом. Срочно сделали предложение? Единственное, с чем я определилась, это с мужиком. Она остановила меня до лампочки. Мужик сказал, наверное, я тебя возьму в жёну, если мы будем жениться в подвале. Она такая, да, без «б» вообще. И он такой «аааа». Мне 32 года, могу выходить замуж вообще где угодно, хоть тебе на жопе слона. Типа мне плевать. Это прям напрягает. Мы начали подготовку к свадьбе буквально неделю назад. А чё все в шоке-то? Неделя и неделя. А сколько, я просто не понимаю, сколько вот от этого момента до свадьбы. Вот они встретились, и что у них прям завтра у всех свадьба или чё? Непонятно. Такой кадр. Эй, привет. Это немножко снимает с неё ответственность. Зато наша последняя невеста, но очень тщательно подготовилась к своей свадьбе. Меня зовут Анжелика, я из города Москва. Она вот такая Эврил Лавин немножко. Девушка-огонь. Моя свадьба. Эврил Лавин. Где здесь Эврил Лавин, я не понимаю. Вот в красном. Но она не похожа, она это не поёт и не играет на гитаре, и типа... А почему ещё Эврил Лавин? Может, ростом маленького, хотя непонятно, они все вроде одинакового роста. Слушай, может, она потом начнёт петь, и они типа в курсе. А так я не вижу Эврил Лавин. Может, она в скейте приехала на каблах. В стиле Огненно-Королевском. Это будет тяжёлый люкс. Это что-то прям... Огненно-Королевском. Это когда сжигают замок? Да, сжигают короля. Тяжёлый люкс. Тяжёлый люкс. Ой. Всё, давай, смотри. Очень дорогой. Я буду встречать вас на красном парше. Она сказала, парше зачем замазывать. Надо было замазать ей рот и ещё на красном... Я буду встречать вас на красном парше. Максим, грань, грань. А вот платье, например, типа за 70 тысяч и платье за 150 тысяч. Платье за 150 прям вот видно, что оно прям вот круче, чем платье за 70 тысяч. Я предлагаю нам сесть и посмотреть просто платье на каком-нибудь сайте. Просто типа есть категория платьев от какой-то суммы, где уже видно, что оно прям, прям, прям. Прям, прям? И уже непонятно, сколько оно стоит. Но нет, я не говорю про то, что если оно всё ушито бриллиантами и золотом, а это просто платье. Ну, ещё есть всякие дизайнерские платья, где ты платишь за то, что там Вера Вонг или Вера Ванг, или как она правильно называется, или там Диор, Хренор. Ну, короче, неизвестнее. Если, типа, интересно, нужно садиться и смотреть на каком-нибудь сайте, как похититель ароматов. Типа, платье 10 из 10 на Асосе можно посмотреть вольтные платья. И я на своей свадьбе буду исполнять свою песню. А, она рок-н-ролльщица. В платье с электрогитарой. И вот так вот, ну, очень экстравагантно. Я намерена спеть на каждой вашей свадьбе. Всё, готовься. Можно делать заказы. Прикольно. Очень хорошая. Подобралась у нас такая компания. Сейчас все-таки добрые, а где как-нибудь стервозина? Все девочки сходят, что-то такое тёплое, что-то такое нежное. Кажется, это будет скучный выпуск. А это самый популярный курорт 2020 года. Город Сочи. Что-то пляжи какие-то не очень. Как ты думаешь, какой он? Мужик? Да. Думаю, стройный. Ну да, логично. И её жених Кирилл. Ребят, расскажите. А, это же певец. Нас свела музыка. А что, певец, это может быть только худой? Не-не-не, я просто вспомнила, что это же этот, Желтков. А, точно. Певец, который в чай вдвоём пел. Там была скавая. В общем, у меня был концерт. Ну, такой симпатичный в каком-то плане. И концерт-мистер, который меня конкурировал на этом концерте. Мы с ней разговаривали, что вот, хотелось бы познакомиться с хорошей девушкой. Она говорит, ну вот, пересмотрись, у нас есть там на четвёртом курсе Александра. Они такие яркие. Я присмотрелся. Да-да, я тоже туда смотрю. Посмотрел, посмотрел профиль. Написал. Я зашла на его страницу, увидела возраст и поняла, нет. До свидания. Сколько ему думаешь? У нас очень большая разница. Я думаю, ему лет 38, наверное. 14 лет, 36 получается. Да, 36. Так ты какой хитрый. Она писала маме, говорю, мне какой-то дядька пишет. Мама ему написала. Они как-то там пообщались, видимо, сговорились. Мама такая, ммм, себе бы такого. Тогда можно и тут как бы и маме, и дочке. Ну, типа, они, наверное, на равных, короче. А, типа, может, она искала маме жениха и пыталась маме его слить. И потом Кирилл мне ещё раз написал и позвал на свой концерт. Я спел первую песню, и я увидел, что Саша растаяла. Да, увидела, растаяла, и всё. Что за гитара? Мне показали. Стали встречаться, гулять. Отношения у нас начались, когда мы стали заниматься вокалом. Сексом. Почти три года. Предложение в руки и сердце уже давно витало. В воздухе. Блин, ну вот сейчас, типа, всё ок. Такая разница в возрасте 14 лет. А, ну, как бы, через 10 лет ему, получается, сколько бы? 46, а ей только, там, 32. И что? Ну, он уже, наверное, будет такой, типа, я лучше посижу дома, посмотрю это. Четыре свадьбы. А она такая, да не, пойдём тусить. Нет? Ну, мне кажется, что это, ну, типа, большая разница. Я не знаю, как там люди, типа, тусят. Мне кажется, два года большая разница. Мы просто решили поехать в торговый центр, и он мне тут говорит, пойдём зайдём в магазин, посмотрим тебе кольцо. То, что обручальное кольцо, это я сразу поняла, потому что у нас часто были разговоры о свадьбе, и мы к этому готовились. То есть он с ней пошёл выбирать? Ну, мы пошли в магазин, говорит, выбирай. Так, как бы, он мне купил кольцо. Такой был мини-сюрприз, да, скорее. Да, начали нашу подготовку к свадьбе. Кирилл добрый очень. У меня такие волосы крутые. Если я что-то захочу, он мне это обязательно покупает. А сколько у них бабок на свадьбе? Очень. 250 тысяч, по-моему. 250 или 350, что-то такое. Да, там вторая тётенька сказала, что, не знаю, что они там сделают на такие гароши. Это у кого миллион двести? Да, да. Ну, типа, у неё на миллион больше. А в Сочи вроде всё дорого. Очень-очень. Ладно, сладенькие мои, бегите, собирайтесь на свою музыкальную свадьбу. Платье вроде красивое. Что, это пульс? Как дела? Ты чё тут в халате пульс? Иди отсюда. А как ты думаешь, девчонкам понравится? А как ты думаешь, что у меня под халатиком? И чё за халатик? Мне кажется, да, им понравится наш ресторан. И я думаю, что они будут очень довольны. Я не знаю, что будет после свадьбы, но пока им всё нравится. Боже, какой здесь запах. Обалденно мы в Сочи. Вот мы наконец-то приехали в лето. Ну, здесь надо тусить. Ну вот на свадьбе и потусите. Мне кажется, свадьба Саши будет максимально постановочной, максимально обычной, выверенной, как сама Саша. Вот, вот всё. Саша такая у нас неактивная девушка. Саша, мы правильно идём? У тебя адрес, у тебя все яфти, пароли. Да. Ты уверена, там, по-моему, там море. Смотри, кивол с прикольным фиолетом. Девочки очень устали от повседневных хлопот. Я решила сделать с девочками небольшой сюрприз. Девочка не успугайла, ЗАГС позже. Она накрыла нам небольшой столик. Оу! Какая прелесть. Вот так вот. Классно. Виноград. И что там, виной? Нужно было ещё об голову ей потом разбить. Да, да, чё обмелочиться-то? У неё там любимый сад какой-то этот. Я думала, у них вино из пакета. А у них любимый сад. А зачем им сок? Всё, туфлям. Капец. Туфлям. Туфлям. Мои глаза. На кой ты меня шампанским облила? Скажи, пожалуйста. Шампанское выпили, там, туда-сюда, может быть, купаться. И моих малышек потянуло на подвиги. Мы подходим к пирсу. Тут Катя снимает свой наряд. Она что, совсем гола? Я не поняла, кстати, она без биря была весь день или что? Я всегда гола. Ничего себе. Вот они, богемы и поэты. Никто не знает, что там. Одеть. Иди куда-нибудь в другое место, тяни со мной. А что я тут платье прям-то? Платье очень люблю. И вот тут я кайфанула. Мне было плевать. На голую Катю. На счастливую. А не бухие или просто такие? Рожей размазался мейк. Все вместе. Ну вот и все, ты замужем теперь. Мы искупались, кайфанули и поняли, что нам нужно идти в ЗАГС. Мы опоздали уже в ЗАГС? Нет, ну не опоздали, идем скорее. Конечно, тут недалеко. Ничего не предвещало беды. Неподалеку тату-салон. То, что нужно Наде. Пойдем, пожалуйста. Зачем ты эту самую? Нет, 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 нет. Настолько она как-то очень строго консервативно оделась. Ну, не на свадьбу. Нужно как-то поправить образ. Волка Надю сейчас замутила. Я не хочу волка. Волчару. Сейчас они на лбу набьют Моргерштерн. А, это натурные татуировки или переводилки какие-то просто? Сейчас узнаем. Волчару. Нет, нет. Ну и пошли навевать малюту волчару. Ну, нет, это, наверное, не настоящее, да? Сыр. Бедная девочка. К ней идут три бухие бабы, которые только что голые прыгали. Мне в голову пришла отличная идея купить футболки с надписью. Мы очень сильно все промокли. Я поняла, что нам что-то необходимо, чтобы это прикрыть. Я приобрела, пожалуйста. Она притягивает. Так ей иголкой? Я не вижу. А если у нее аллергия нахну? Три майки-алкоголички. Саша просил нас прийти в постельных тонах. В постельных. А чем не постель тебе? Мне пофигу на кризис, я отдыхаю в Сочи. Я за любовь кипиш, кроме гладовки. Девчонки, вы что, в таком виде в ЗАГС пойдете? Мы готовы взорвать всех своей красотой. Да, пипец. Девочки, вот ЗАГС. Стоит Саша. Стоит Сашин жених. Все красивые. Привет! Боже, вау! И у Саши отширятся глаза. А вы чего еще не перейдете? Какая это? Это, кстати, тебе. Да. Да. Ну ты должна оценить, ну что ты такой? Да, а что нет? Ну Саша так это серьезно восприняла и так прочухала весь сарказм. Крошки, мне кажется, весь сарказм здесь только вы понимаете. Оцените лучше образ невесты. Очень красивая невеста, да? Такое платье красивое. Принцесса, блин. Конечно, пивас! Юбка пышная. Небольшое удлинение сзади. Очень классно. Платье Саши из дешевых материалов. Зачем тюль? Жених такая забава. Абрил Лавин, конечно, такая. Он не только поет на свадьбе, но и ведет свадьбу. Сашин жених. Что она сказала? Юбка немножко, по-моему, она сказала. Очень странно. Просто просто это было. Это должна была быть какая-то шутка? Да. Короче, ладно. Бедный пацан. Посмотрим на твоего журобаса. Да, да. Красивый, нормальный. Высокое, круглое такое было пространство. Такая пещера как будто с такими подсветками. Мы уже все знаем, что ты любишь пещеры. Как в Сочи. Русалка с мокрыми волосами, обижавший зэк. А я просто это корт не лавнами не мало. Смиряйте, ваше желание стать свободной, свободной, истинной. Ваша охрана не свободна. А потом я не могу. Сама церемония хороша. Была очень приятная женщина, которая проводила церемонию. Саша была с таким лицом покер-фейс. Так, а что ей нужно было? Я сюда пришла, я тут постою. Поцелуйчики у нее были такие очень осторожные. То ли она боялась помаду размазать, то ли она за макияж переживала, то ли ей было неприятно целоваться с ними. Ладно тебе, может девчонка просто стесняется. На башке эти раскроется. Мы поехали в ресторан. Я уже не могу. Место выбрано классно. Вот вход в отель, вот вход в ресторан. Причем, чтобы войти в ресторан, нужно пройти ему дверь отеля. Уровень. Что-то такого. Что? Добро пожаловать в ресторан Александры. Бюджет 350 тысяч рублей. Стиль классический. Фишка «Поющий жених». «Поющий жених». В этом ресторане красивый дизайн. Красивая мебель. Все очень гармоничное. Я так понимаю, что это весь наш декор. И мне нравится. Но довольно минималистично. Там что, баклажаны одни, что ли? В полном оформлении. Может, там веганы? Мне это по вкусу. Мне мало. Очень экономно оформили зал. Да тоже вы цветы. Это натуральное? Здесь же натуральное. Что они такие вялые? Уже рад. Это тоже была вялая амбликсация. Посреди зала большая колонна. Нет пространства для танцев. Туалет, мне кажется, больше в некоторых местах, чем тут. Извините. Вот. Они казались такими милыми. Мы решили больше не пугать народ и пойти переодеться. Поправить макияж. Смыть, наконец, панту. Вот эту великолепную. Девочки, не поможете? Не принесете туалетной бумаги чуть-чуть? Вот тебе. Сейчас они использованную принесут. Блин, а там нету бумажных салфеток каких-нибудь, чтобы вытереться? Не обязательно же, типа, туалетная бумага. Она же висит в туалете, там спускают унитаз. Может, там и здесь сушилка, а бумаги нет. Бактерии группы кишечных палочек разлетаются по туалету, садятся на бумагу, и она будет лицо вытереть. Туалетную бумажку? Может, на этой было расчетно. Мы не надели, мы не пьем куршет, там стоит ключ алкоголий. А если я не пью? Кто там? Может, водичку можно мне взять? На столе водичка. Жалко. Так ты же пьешь. Ай-яй. Это для красоты тут стоит. Если хотите, можете взять со стола. Ну, к столу-то нас никто не приглашал. Ладно, так уже быть. Приглашаю к столу. На столе сырная тарелка, закуски из мяса, рыбка, отдельно овощи и соленья. Мы, сожалению, опять же едим мясо, и нам было что покушать. Это было радостно. Это рыба. Кто там не ест мясо, получается? Рыба хорошая, такая нежненькая, сочненькая. Эврилавин. И поэтесса? И поэтесса голая. А, ну смотри, не едят мясо и худенькие. Очень странно. Хорошая рыбка. А, рыба ест. И сыр ест. А, они просто мясо не едят. У меня уже мутит, я не знаю, блин. Дай бог не блевану, господи. Мне хотелось что-то вкусного и горячего, но нет. А все потому, что горячие на этой свадьбе. Конкурсы и развлечения. Вперед веселиться! Дай бог не блевану, капец. Было пару конкурсов. Давайте мы, значит, скрутим с вами шары, ребятки. Этот подарок понадобится молодым в спальне. Это шкаф. Конкурсы с детского утренника. Ну так, нормально. Без креатива. Мы желаем вам зажигательный, астрономический, гражданский секс. Если честно, где там была европейская свадьба, я не заметила. Если честно, мне кажется, нельзя так себя вести на свадьбе с чужой. Там все-таки взрослые люди, там родители. А как арбуз поедать между ног? Арбуз поедать между ног, да, точно. Капец какой-то. Короче, свадьба это зачастую феерия пи***ца. И все. И мне очень жалко девочку, потому что она, сколько ей там, 22 года. И она прям такая влюбленная, тихая, спокойная девочка. Она сама вписалась в эту передачу. Да? С другой стороны, какого хрена? Кто не хочет трэша, тот не зовет к себе четыре свадьбы на свадьбу. Стоит ли вот эта вот возможность выиграть какое-то путешествие, черт знает куда, с нервов и вот этого всего? Мне кажется, нет. Тем более, зачем путешествовать, они так в Сочи живут. Да, кстати. Куда они собрались? Куда вы собрались ехать? Мне кажется, что типа чел хочет раскрутиться просто. Он же певец. И вот он это. Ну, великий и известный певец Кирилл Желтков. Теперь он известен не только в Сочи, но еще и вот в Санкт-Петербурге. Среди нас тут двоих. Ой, ну не плачь. Я видел какую-то бабушку, которая снимала на электронную книгу. И она стояла, читала просто. Типе очень скучно. Буду делать, что снимаю. На самом деле так, что тут? Павла Каиле. Одиннадцать минут. Ну все прониклись. Сам танец мне понравился. Видно, что Кирилл хочет ее закружить в этом танце. А где? Места для того, чтобы танцевать? У них просто нет. Танец снежной королевы с влюбленным поклонником. Пластмассовая Саша. Какие вы злые собаки. Артистичные вы мои. Может, тогда вы покажете что-то более креативное? Набросала, так скажем, эскизик. Фантазия на тему идеальной женщины. Мы решили, что будем показывать, какой должна быть жена. Мне досталась роль хозяйственной жены. Я подошла, покормила жениха. Ну окей, да, я верю. А это вилочка заговоренная. Да, и завтра он такой, типа, кто-то подлил мне что-то в еду. Теперь я влюблен вот в эту женщину. Что он обычно подливает? Месячные? Месячные подливают, да. Все истории, которые я читала, все вот про это. О, я, кстати, читала историю недавно, как одна женщина заговорила мужчину на месячных. А потом она заболела, и у нее, короче, закончились месячные на полгода, и он от нее ушел. То есть я раньше думала, что там, типа, это какая-то разовая акция. Типа, один раз напоила. Типа, нужно подливать постоянно. А оказывается, да, нужно постоянно подливать. Ужас, короче. Попреставал тебе немножко. Она ему вот сделала что-то вот такое, типа, серии. Пух. Ну, и Анжелика у нас выдиралась. Что, это, типа, страстная жена? И вот она стоит... Ну, я не знаю, это так странно. Она стоит, прям смотрит, как баба, вот, типа, прижимается к ее мужу. Да, могла бы просто вцепиться в нее и вышвырнуть оттуда. Можно было, да, по кумпулу просто дать все. Я помню, короче, стоим мы на каком-то концерте. Ну, типа, там толпа, и какая-то девушка перед Сашей начинает как-то, типа, танцевать странно. И Саша на меня поворачивается и говорит, типа, что с тобой? А у меня уже глаза светятся, как прожекторы. Я уже понимаю, как сейчас я съем ее просто. Вот, так что мне очень странно такое. Кручусь вокруг жениха. А в рамках, конечно, на самом деле, приличного. Потому что понятно, что чужой мужик. Да? Ну да ладно. У Саши, по-моему, опять был покерфейс. Все, с этим закончили. Молодые сели. Ну, она прям расслышала, мне кажется. А дальше был отдельный сюрприз от Анжелики. Это ее песня. Надеюсь, он не сектор газа сейчас будет песен. Наконец-то мы сушим. Да, песня Бомж. Да. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Принимаем заказы на свадьбу. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Можем привезти подтанцовку из натурных бомжей. Да где ты их возьмешь? Да вон, на загородный вышел. Мы знаем, где взять бомжей. Как Анжелика поет. Я закончил Гнесинку, я музыкант, я вокалист. А, это какой-то. Я беру микрофон. Я ночью завтра, убегу под музыку в рассвет. И понимаю, что со звуком полная попа. Это микрофон для разговора, такой самый дешевый вариант. Он не ловит волны нигде. Какие волны дела? А может дело вовсе не в микрофоне? Да, кстати. Но поет она хорошо вроде, нет? О боже, там такое развратное платье, оказывается, у тетеньки в синем. Я думала, она приспустила его, типа, специально, нет? Она такой и есть? Это очень форн. И на моих глазах. Кирилл, подожди. Микрофончик поменяем? Ну, это же разговорный. И тут я понимаю, что все, ребята, кто из них там уже решил это сделать? Кто из них, как бы, сговорился? То ли это Кирилл, то ли это Саша, то ли это ведущий. Но это действительно так. Что? Был ли это заговор? Что, типа, ей дали плохой микрофон специально? Это все хрень. Она могла, если она такая, закончила какую-то свою кексинку, могла бы без микрофона спеть зашибенно и громко. Кстати, да. Мой препод по ОБЖ пел так, что в соседних школах было слышно, но, к сожалению... Видите? Учительницы музыки такие... Текли. Я тебе говорю, он реально громко пел, что землетрясение магнитуды... О, 5 обожачник поет, да. Про все, когда он начинает петь, такие, господи, нет, пожалуйста, меня сейчас снесет волной. А он так любил петь. Ой, надеюсь, это он все еще поет. Все, пойдем на выпускные. Вот когда будут выпускные в мою школу, я хочу посмотреть, как он поет. По ОБЖ ни хрена не помню, но как поет по-моему. Я верю, что нет. Ой, ну ладно вам, какая уже разница. Давайте лучше продолжать банкет. Давайте кушать. Анжелика ныла на протяжении часа, что она нигде не может купить энергетик. Пошли мы все вместе в магазин. Анжелика разжиралась на тему отсутствия хорошего микрофона и хорошего звука. Вот давай ты споешь возле людей без микрофона, то есть тебе никто не испортит сейчас ничего. Раз там не захотели слушать, не дали возможности спеть как надо, надо посмотреть на реакцию людей, которые просто мимо проходят. Это было это Coca-Cola, не подумайте. Ничего не подумайте. Вот. Я хотела потихоря, чтобы никто не знал, что ты пешь Coca-Cola, открыть ее, но теперь все знают все. Так что, думаешь, она крута? Мне кажется, она хорошо поет. Но сравнить с тем моим другом, который поет хорошо, она как бы вообще типа как небо и земля. Потому что, когда я услышала, как поет вот Егор, я такая типа, что это? Ангела танцует в моих ушах. Что это такое? Что ты молчал-то до этого все время? Поет круто. Хоть еще деньжат заработаем. Все, на благо. Сейчас местные приелоны придут. Молодоженок. Ну давайте. Типа, что ты на нашей улице поешь? Мы тут поем. Там на берегу стоял отель с балконами. В общем-то, напротив этих балконов, на набережной, Наджелика встала петь. Я начну завтра, убегу под музыку в рассвет. Это почти олимпийский, только Сочи. Мы взяли кепки, пошли собирать монетку. Пожалуйста, идите немножко монетку, пожалуйста. О, ура, спасибо. Мне кажется, и так можно нас убирать без бабы. Это был мой сегодня дебют. Я первый раз убирала деньги. Спасибо вам большое, спасибо огромное. Спасибо большое, спасибо вам огромное. Это тысячи рублей мы заработали. Сколько? Какой-то парнишка мне посыпал Семян. Семян. Ну ты больше не разочарована, скажи мне, пожалуйста. Нет, я... То есть ты догнала. Я вообще, я успокоилась, да, это прекрасно. Собрали мы деньги и пошли обратно в банкетный зал их дарить. Это ваш небольшой скромный фонд. Ну, конечно, ребятам 400 рублей не лишние. Анжелика успокоилась. Они насобирали 400 рублей всего. Я думала, в Сочи можно так насобирать десятку за час. Мы танцуем. С чего дела? Ну, блин, чуваки, которые стоят с гитарами. Это же тенья труба на Нескоро. Труба, теплая труба. И тут вы возле торт. Торт, красивый торт. Ну, такой классический красивый торт. Белый, красивый. С пластмассовыми цветами. Но фиолетовый цвет и сам цветок в декор не попадал. А на вкус как? Почему не попадал? Никому не дали ни кофе, ни чай. Я попросила кофе, в итоге мне принесли просто через скандал. Торт приторно-сладкий. Мне кажется, мастика прошлого века. Современные вы мои. Свадьба закончилась. Что за мастика? Я, наверное, не пробовала наш торт с мастикой. Это была свадьба, на которую очень старались сэкономить. Старан был. Не увидела я в Саше вот этой эмоции, что она пришла, и это ее праздник. Она просто маленькая, скромная девочка. Любая нормальная, уверенная девушка, чуть-чуть старше, послала бы вас нахер всех троих. Сразу же. Как они пришли вот эти в майках отпитые и грязные, можно было сразу сказать, так, пошли нахер отсюда, все, проваливайте, идите, вон там собаки вас съедят, и все, типа. А тут они пришли, все офигели от их вида, еще какие-то у них претензии по поводу, там, чая, кофе, мастики. Забудьте. За платье невесты Саши я ставлю 8 баллов. Да, хорошо. Платье красивое. За место проведения я ставлю 4. В зал не предназначен таких мероприятий. Почему? В анкетное меню на свадьбе Саши я ставлю 2 балла. А для каких мероприятий этот зал предназначен? Для, наверное, симпозиума этих певиц. Да уж. Было мало. Маленькая, маленькая свадьба, маленький зал, что? Это Москва. Москва, прелестная. И Антон Павлович Чехов написал свои лучшие произведения. Здесь же пишет свою лавстори и современный Чехов Артем. Какие у вас их. 24 декабря. А вот спорим, что когда они только познакомились, когда они только познакомились, она вообще не выглядела так. И, типа, не увлекалась этим все. Почему? Ну, очень часто такое бывает, что девушка знакомится с парнем и начинает его зеркалить, что, типа, ну, становится его продолжением. Ну, например, девушка начинает встречаться с парнем-веганом, становится веганкой. С парнем-наркоманом становится наркоманкой. С парнем-поэтом становится такой, типа, летящей музой. Ну, у тебя же борода не выросла. Так, а я, типа, не из тех, кто теряет свою личность при виде кого-то еще. Ну, я не знаю просто. Прямо вот такие две особенные личности встретились в этом большом мире. Ну, тогда это, типа, очень романтично. Мы решили сделать чрезвычайную вечеринку в нашей коммунальной квартире в Петербурге с моей подругой Ксенией. А, вот. И она, значит, так настоятельно. Катя, приедет Артем. Приедет Артем. И прекрасно тебе понравится. А, ну, может быть, друзья, типа, знали, что вот она вся такая воздушная, и он весь такой... Кого-то мне напоминает. Тебе никого не напоминает? И он весь такой поэт. И вот они, типа, свели вот у них. Она ходила такая деловая по комнате, и на меня почти не обращала внимания. Да, я была действительно холодна и спокойна. Но я была внимательна. Я подумала, какой высокий, какой красивый. В первую очередь, что зацепила, это ее такая строгая, немножко деловитая осанка, и вид сзади именно то, как выглядели ее плечи. На утро я его пересила в театр. Не-не, беру свои слова обратно. Плечи, вид сзади. Они идеально подходят друг к другу, просто звезды так сошлись, что два таких человека встретились. Фундамент начал строиться с театра. В течение 4-6 месяцев мы переписывались, общались, ездили то в Москву, то в Питер, то в Москву, то в Питер. Ну и, соответственно, с августа уже начали строить такие крепкие отношения в городе Москва. Предложение было сделано... Почему мы бросили... Переехала, переехала в Москву. Петербург же более романтичный, чем Москва, да? Прогнулась под мужика. Москва стащила у нас нимфу, музу. В квартире, которую мы только что купили, на коробках буквально небольшое золотое колечко с небольшим бриллиантом. Я сказала, а почему оно золотое? Я не люблю желтое золото. Сделала небольшую паузу. Потом еще широко улыбнулась и сказала, да, конечно. Они любят желтое золотое. Конечно, мы любим читать и, в общем-то, любим относить себя к такой творческой интеллигенции. Ну, это мой Чехов. О, боже, это великолепно! Артём Олегович, Антон Павлович, Чехов. Ну что, Чеховы, бегите на свадьбу, собирайтесь! О, как опасно! Я прислушиваюсь к платью, чтобы уловить, какой у него был путь. Какой-то корабль, вода. И абсолютное ощущение, что это платье не было замужем. У него никто не уходил замуж. Что просто у него была богатая история, вот этот путь к сегодняшнему дню. Путь к сегодняшней свадьбе держат мои красотки. Ой, что-то тут не покупаетесь, да, Гошу? Ветер холодно. В Москве уже сейчас холодно, не так, как в Сочи. Ну, в целом, мне кажется, погода не под Болдинскую осень. Что, слишком зелено для нее? Кто будет в усадьбе? Я ее назвала Болдинская осень. Мне кажется, что там будет какая-то старинная усадьба, может быть, что-то из дерева. Я, честно говоря, думаю, что свадьба будет все-таки скучная. Потому что, скорее всего, она будет камерная. Девочки, сегодня я подготовила свое всеоружие, так как на прошлой свадьбе была проблема с аппаратурой. Ты еще с собой? В смысле, она с собой привезла фуру оборудования. Как этот, как Джастин Тимберлейк. Да. Я взяла с собой сумку со своим микрофоном, со своими шнурами, потому что на прошлой свадьбе это был просто кошмар. Главное, чтобы микрофон на самом деле ей помог. Смотри, какая мятая уже эта штука у меня. Эту красную ленточку, она опять лучше не станет. Идем вдоль забора по дорожке. Усадь не видно. Намека на усадь тоже нет. Вот сюда нам, по-моему, да? Пришли. Ну, как-то спрятано, типа. Стоит с правой стороны беленький домик. А дальше шатер. Стеклянная теплица. Заходим, и, значит, в этот шатер. Девчонки, я нашла колонны. Вот они. Стоят четыре опорные балки, которые все с трещинами. И что? Весьма опасная история. Эй, тихо, тихо. Поэтому надо похерачить, да? Когда у тебя шатер с белых балок, которые уже треснули, разваливается все, уже никакой декор не спасет. Я против неживых цветов. Ну, это живые цветы, просто они сухие. Это все-таки протянуло вот эту вот осеннюю тематику. И тут я вижу герб. Это их типа фамилия герб? Создать вселенную внутри себя? Возможно, что они расскажут. Если не расскажут ничего, значит, они просто на репире в фотошопе несколько картинок. Но если что-то расскажут, значит, они на репире в фотошопе несколько картинок с целью. Такой дешевый баннер с такой простецкой химкинской типографией. Красивый, интересный, очень маленький. Перевернутая пятерка. Я думаю, что это масоны. Масонская ложа сегодня будет присутствовать. Значит, будет джиган. Дальше мы идем в машет. Мне кажется, или там стоит пиво. Катя пришла на мою церемонию с этим пивом. Мне кажется, она его очень любит и вставляет куда угодно. Даже на свою свадьбу. Ну что, за Катюшу, за Катюшу, за их счастье. Если Пушкин свою болгинскую осень пил это ледяное пиво, наверное, постоянно ходил больной. После фуршата нас пригласили на церемонию. Там было четыре скамеечки. Людей было намного больше. Отстоять церемонию в таком холоде, на самом деле, очень неудобно. Мальчик такой. Че, да. Значит, сидим и... Так стоять же теплее, чем сидеть. Мне кажется, да, можно подвигаться. Можно подвигаться, попрыгать, потанцевать. Мы ждем молодых, и тут выходит... Кто это? Это батюшка? Да. Это римский папа? Масон. Секретный. Идет он, значит, весь такой довольный, такой на пафосе. Это жених ведь, да? Нет. Жених должен быть с усиками. Муж у меня такой немножко чехов. Вы поняли, что это прямая отсылка к папе Римскому. Папа Римский на этой свадьбе, это она частная, а ты не для свадьбы. А дальше выходит жених. Так они немножко долбанутые же. Че? Видно же сразу. Она голая бегает. Он вон... Было бы приятно, что он вышел и вил бы в кого-нибудь кин. Да, я бы вообще не удивилась. И он при этом прибил бы к деревянному забору, кровища под головой. Немножко сумасшедшие люди. Такое бывает. Мир такой. Вот он с ним дружит, видимо. Яркий, веселый. На Чехова, если честно, он не похож. Он просто решил, что зачесать усики, это уже похоже на Чехову. Екатерина, приди к нам. Выходит, невеста. Ну, красиво, да? Необычный. Ой, ну они няшные. Платье на нее село, как влитое, как будто на нее сшито. Угу. К сожалению, платье ей велико. Почему велико? Шлейф у него, у этого платья. У него наступает собака. Сейчас ей все платье запачкает. Ну, все, сейчас порвется, она останется голой. Для этого есть крючки на платье, но, видимо, Катя об этом не подумала. Что за крючки на платье? И тут этот папа римский начинает рассказывать речь молодым. Кое о чем нам придется забыть. Мы должны забыть о мастурбации. Они еще наркоманы, что ли, все? Ну, я не понимаю просто. Это же свадьба. Свадьба – это такое событие, когда там, типа, два человека, которые любят друг друга, они, ну, типа, связывают себя вузами брака. При чем тут вот это вот делится? Они о мастурбации говорят. Да, ну, это, не знаю, как-то странно. Нельзя говорить про мастурбацию, когда люди стоят и собираются, вот они, вот они, вот они, женятся. О средствах контрацепции. А также текст песни «Крошка моя». Дальше начинается сама церемония. Что ж, Екатерина, согласна ли ты быть рядом с Артемом Валерьевичем до конца своих дней? Здравствуйте. Властью данной мне театра на Таганке я объявляю вас мужем и женой. А вот теперь целуйтесь от вас. Ой, что ты курит? Театрализованная такая церемония. Мне, в принципе, нравится. Я, конечно, посмеялась, но мне кажется, это был борщ. Ну да, да, типа это все весело, прикольно, необычно, но немножко суп. Дальше нас приглашают в банкетный зал. Ну вот и все. Ты залом ужин теперь. О! Добро пожаловать на свадьбу Екатерины. Так, есть арбуз. Бюджет 500 тысяч рублей. А, ничего себе. Ну, Москва. А, да. Фишка «Молодой папа». Что за «Молодой папа»? Не знаю. А, «Молодой папа»? Гости сели в верхней одежде. Это же холодно. Это что такое? Это гриб газовой. Я сейчас умру. Мне холодно очень. Видимо, это не очень работает. Говоря адская. Постоянно открытая дверь. Стоят три обогревателя. Просто не горячо, не холодно. Крошки, если вас не греют ни обогреватели, ни любовь, может тогда еда согреет? Да, покушаем давайте. Я те же самые роллы, которые были на фуржете. Ну, правильно, добру пропадать не надо. Но в основном я вижу кучу блюд с рыбой. Я смотрю на стол и понимаю, что он веганский. Веганские – это не с рыбой. Веганы не едят рыбу, яйца, мед. Короче, ничего, что это. Что животные сделали. Да, сделали или эксплуатировали их. Это вегетарианство. Курицы или какого-нибудь другого мяса. Если бы я знала, что свадьба будет без мяса, я бы притаранилась в Рязани ковяжью ножку. Самое шикарное это было, когда принесли гречку. Вот такая ирония с судьбой. Нет, конечно. Я люблю гречку. Гречку я иду, поем. Да, на завтрак. Сидели мы за столом. Ну, только с маслом и с мясом. Мне понравился ли их сюрприз на мою свадьбу? Танцевать возле моего мужа. Какие-то непонятные танцы. Но я очень ревнивая. Саша достаточно закомплексованная и обиженная девочка. Ее реакция была настолько неадекватной, что я даже была очень удивлена. Ну, девочка просто скромная. Что вы напали? Надеюсь, Кате, вы таких сюрпризов не подготовили? Настало время подарков. Катя впечатлилась. А в моем городе сочи? Просто как бы проявлять такое неуважение к девушке и лезть на ее мужа, это, ну, типа, очень стремно. И это не ревность даже взыгрывает у человека. А, типа, ты что, не ставишь меня ни во что? Там, типа, не уважаешь меня и хочешь мне поднасрать? На тебе, с ноги в табло. Прикольно, у жениха стоит пивас. А, да. И томатный сок. Очень странно, да? Томатный сок. Потому что там кровавая мэри. Какая-то мужа в майке, где было написано «Сочи», «Кризис». Так, еще что-то было написано. Я хочу ее подберить вот эту Черчхеу. О! Да! О! Черчхеу – это такой же нелепый знак в Сочи, как эта майка, в которой она приперась в ЗАГС. Кинула ей такую ответку. Проявила характер, что я вообще не ожидала. А я вообще не поняла, в Черчхеу – это вкусная штука. Что это? Детский аппарат для мыльных пузырей. Делает счастливым детей? А мой аппарат делает из взрослых счастливых детей. Я, если честно, не понимаю, почему она вязала, ржала на каких-то мыльных пузырей. Это же этот, бонг, или как он называется? Вульбулятор? Ну да, вульбулятор только, ну, типа, не из бутылки с дыркой, а приличный какой-то. Я даже не знаю, где они, типа, продаются. Ну, легально. Хотя, наверное, они легально продаются. Это же, типа, ну, я не знаю, как можно прийти на свадьбу, подарить какую-то наркоманическую приблуду постороннему человеку? Хотя, может быть, они там затерли, что, типа, ой, я люблю, типа, по-наркомане, типа, ой, я тоже. Короче, жесть какая. Мне хотелось бы, чтобы этот подарок мне понадобился, чтобы они находились в адекватном состоянии всегда. Настает время мне дарить подарок. Как мы выяснили, она не носит нижнее белье. Ну, стой, не подожди. Я всегда был. А мне, конечно, стало ее жаль, но у девчонки нет нижнее белья. А это красные трусы. А, ребяческие. Типа, есть такая тема, что если закинуть красные трусы на люстру, то бабки будут в дом приходить. Ничего себе. Это я вчера читала в админ от шлаки. И все пишут, что прям работают. Поэтому сегодня нам нужно найти люстру. А у нас есть красные трусы. И красные трусы, значит. Такой шаловливый ритуал, который... Только я не знаю, мужские или женские. Покидать трусы на люстру, это как-то вулигарно. И пошло. Саш, не волнуйся. Сейчас гости исправят эту непристойную вульгарность своими поэтическими пассажами. Идут бесконечные поздравления. Может, я с моей жизнью, мы почти не отчаянитесь. Наша такая история. Мы знаем вас миллион лет. И за этот миллион лет мы столько раз ходили в туалет. Таким было небо, где у нас находились. Вот это подарок. Вот это подарок. Организовываешь свадьбу, собираешь народ, тебе дарят эту херню. По дате мне бы мы встретились. Спасибо, говоришь, спасибо. Еще подарили бонг. Еще подарили трусы. Супер. Лучший подарок это хотя бы пятерик в конверте. Это, в первую очередь, от вас. Потом Папа Римский переоделся и начал петь песни. И моя дама, носка, носка, твои черепские, что-то как русские. Песни Папы Римского. Не для свадьбы, а для похорон. Включили в какую-нибудь веселую музыку. Не знаю, Григория Лепси. Смотри, там битбоксеры. Ну, мало танцев. Вообще, если почитать по всяких этих поэтов, они достаточно развратные товарищи всегда были. Поэтому тут ничего удивительного, что женщины без трусов ходят. Ну, типа, для меня это немножко дико. А они, кстати, сами поэты или они просто богемы, которые не продуцируют произведения искусства? Багеты. Багеты. Все гости были на своей волне. Не хватило именно живой драйвовой дискотеки. Было очень мало конкурсов. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Такой обезде сплошь и рядом. На протяжении всей свадьбы ждали стихи. 16 человек, теперь я же для ровного счета 16. На поэтической свадьбе вместо стихов я получила вот что. Мы сидели. Еле гречка. Мерзно. И скучали, и сидели, и скучали. Крошки, ну зачем скучать? Развлеките себя сами. И наступает время петь мне мою песню. Вот сейчас и узнаем, спасет ли Анжелику... Может, колонки плохие? Сейчас. Давай, сломаем же стены, на дно всем системам. Откроемся, двери ты только, поверь мне, все остальное будет неважно, пойми. И опять все пошло по... Почему? Я вообще не понимаю ни слова, если честно. Колонки плохие. Саша участвовал опять в заговоре, видимо, со звукорежиссером. И они мне врубили минусовку так, что мне приходилось просто в этот свой же микрофон опять просто орать, чтобы хоть кто-то что-то услышал. Анжелик. А нельзя было, типа, остановиться, пойти, там, подкрутить что-нибудь? Так как уже номер идет? Все, поздно. Да сказать его, подождите, сейчас все будет. Ну какой заговор, ну хватит паранойи. Я не верю ни в какой заговор. Саша бы не додумалась. Анжелика не дотягивает до уровня Гнесинки. Все. И тут залетают два панка с гитарами, начинают просто крушить, крушить гитару, начинают драться, начинают слымиться. Это вообще-то часть перформанса. Да, откуда-нибудь? Длинные уборщики, которые будут убираться. Действительно. Да. Панки, хой, горшок живой. Горшок, да. Красиво позвать каких-то своих непонятных ребят. Все двое ребят из моей группы. Анжелика решила пригласить своих друзей. Блин, если есть группа, то почему было не позвать всю группу и не сыграть с инструментами? Прям, это же было бы вообще огонь. За свадебный стол. Сижу, я знаю, что ты мне посаживается вот этот панк. А, они еще гречку будут есть? А ты что, букет не ловишь? Они пытались как-то растормошить Сашу. Было не очень приятно. Почему? Ребята вели себя вызывающе. Вот гречка вообще. Нормально, да? Они эту гречку ели, как какие-то бедные студенты, просто за обе щеки. Но по отношению все-таки к молодоженам это было невежливо со стороны Анжелики, потому что она не спросила разрешения. Если бы не эти панки, все бы умерли от скуки. Погодите умирать. У жениха с невестой для вас сюрприз. И тут начинается момент, который я запомню надолго. Что? Они сделали презентацию в PowerPoint. Презентация обыкновенная. Какого-то любви нужно всегда... О чем они, презентация? Друг, подруга, муж, жена, бывшая в том числе. Что? Мне не очень понравилось. Это была не поэтическая свадьба, а тоска смертная. Эх, какие же вы все-таки неутонченные. Может, быстрые углеводы поднимут вам настроение? Тортик. Как бы он не... С грибами? Торт с грибами? Первые побежали панки. Панки, не понятные, которые только в столкнулись. У него засосано все. Это какие-то зомби, а не панки. Да, почему панки? Панки катать, это торт, блин. Мы решили поддержать эту тематику и начали есть торт руками. Просто на панков они не очень похожи. Ну, типа, на стереотипных. Красиво для этого есть ложки. Торт на самом деле вкусный. Обожаю, когда вам все нравится. И пока ничего не изменилось, ставим оценки. За платье невесты Кати я ставлю 3 балла. Потому что платье невести было велико. За место проведения свадьбы Кати я ставлю 1 балл. Ну, это не да, не усадьба. Она рассказывала, что это будет усадьба. В итоге это получился какой-то шатер. Ну, парник какой-то, честно говоря. На свадьбе Кати я ставлю единицу. Да, я вот тоже вот как бы с гречкой и грибами я бы тоже поставила единицу. Сказала бы, что? Издеваетесь надо мной, что ли? А мы на родине... В Рязани! Смотри, его нос натерт. Именно здесь создаст семью наша третья пара. Надя и ее жених Михаил. Не толстенький. И прямо сейчас... А, это не у нее были претензии к кладобе. Мы познакомились на игре на городской. Это было 8 лет назад. У меня была свадьба у подруги. И я поехала на свадьбу подруги. Вся такая красивая. Тут мне друг звонит, говорит, слушай, поехали играть. Я приехала погрязи лазить на шпильках в платье. О, блин, девчонка красивая. Надо познакомиться. Потом пригласил ее в кафе. И пошли на свидание. Сколько у нас до Романа времени прошло? Ну, не знаю. Что-то недолго. Дни пять. Дни пять? Я хотела сказать месяца два. Нет? Нет. Может быть, у тебя дней пять, а вот до того, как мы поцеловались, месяца два прошло. Предложение было сделано прям откровенно в домашних условиях. Он говорит, ты иди там под елочкой, подарок твой лежит. Я достаю такая, говорю, о, колечко. Думаю, колечко, колечко. Он говорит, давай жениться. Я говорю, ну что, давай, ладно. Ой, да, я какой-то неромантичный. Так, ты меня любишь или где? Или где? Ты что, дурак? Она еще ласкова с ним, да? Да, она это подыгрывает ему. Ответ неверный. У нас в семье главный он. Да, я сказала. В подвале они будут. Надя уже готовится к своей загадочной свадьбе. Надь, может, хоть мне немножко карты приоткроешь? Даже я о своей свадьбе знаю достаточно мало. До смешного я не знаю, как выглядит финально платье. Потому что я положила все права, возможности и действия на организатора свадьбы. И теперь хочу сама получить вот это вот сюрприз и волшебные эмоции. А бюджет какой? Волшебные эмоции готовы и мои... Если большой бюджет, то... От найденной свадьбы ожидание фурора. Идем, идем, и тут таблица. База отдыха АК. Очень удивились. Она обещала нам подвал. Но свадьба будет в подвале. И тут я вижу, стоит... Девочки, девочки, бог ты мой, что это за великолепная история? Роскошная телега. Телега. Надюка обещала не фар... Почему я не удивлена? Такая эпатажная девочка телегу нашла. Мне кажется, заезд на телеге подойдет прекрасно. Здравствуйте, здравствуйте. А где подвал? Стоит человек с фуршетом. Человек с фуршетом. Человек с фуршетом. У меня было ощущение, что люди, в принципе, не удивились. Что значит ваш грим? Стиль, стимпанк. Как ты, свадьбы? Это было немного нечестно с наденной стороны. Потому что все-таки надо было сказать, какой стиль на свадьбе. У меня полный трэш. Концепция идет в разработке, в процессе ежеминутно и ежесекундно. Я бы приготовила какой-нибудь классный корсетик. Смотрим мы с девочками. Стоит гримерный столик, красивый. Я решаю нарисовать на голове лампочку. Потому что я не только замечательно выгляжу, но еще и помимо этого очень талантливый. Прям серьезно, лампы на лбу, да? Да. Сейчас мы себе лампу нарисуем. Похоже она... Яйца. Да. Не на лампу. С волосами. Фу. Мы видим Надю в образе вот этого стимпанка. Круто. 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 Вообще. Охренительно. Это топ, я считаю. Вау. Мне нравится. На ней средневековая блузка со стоечкой, с таким жабок, ружевным и брошьем. Корсет. Это было хорошо. Это было стильно. Свадебное платье должно быть белое, но никак не коричневое. Котик, прекрати нудить. Очень хорошо сшитый и ей очень идет, но это не платье невесты. Ну что, как вы? Настроение. Мне кажется, очень круто. Жених очень интересный мужчина. Они смотрятся достаточно мило. А еще милее будет смотреться церемония бракосочетания. Не было какого-то оформления, были просто какие-то трубы. Котик, это оформление. Это оформление. Включаем. Надя и Миша. Блин, это топ. Это лучшее из всего, что я видела вообще в четырех свадьбах за все время. Надя, она в какой-то момент из вот этой вот гром женщины на дюхе, она стала такой трогательной невестой. Жених мне напоминает, знаешь, кого? Кого? Дэрила из «Ходящих мертвецов». Да нет, Дэрил поменьше, пощуплее. Не, лицом и какими-то эмоциями, что ли, такой, типа, какой-то чел на своей волне. Мне нравился брат Дэрил. Мне тоже нравился Мерль. Эх, Мерль. У него-то тоже стимпанк на руки не было. На меня очень растрогало. Еще под такой мубло умирала культура. Церемония неудачная. Все это выглядело как театральное такое действие. Ну, они восемь лет вместе. Очень большая разница, мне кажется, у людей, когда они там женятся, когда они три года вместе, и им там двадцать лет. У них совсем другие эмоции. Они, типа, такие все, как тебе сказать, наивные еще. А это взрослые какие-то люди, которые восемь лет вместе, и которые хотели для себя праздник. И они сделали праздник в том стиле, в каком захотели сделать просто. Банкетный зал. Добро пожаловать на свадьбу, Надя. Бюджет 250 тысяч рублей. 250 тысяч и уже так прикольно. И с фишкой. Заходим мы в зал. Очень маленький зал. Очень маленький зал. Полустоловая, полукафе. Да, да. Такой придорожный трактир, что ли, вот что-то такое. Мне такой отца от него очень нравится. Я не люблю персиковый цвет. Он все поглотил, и он был совершенно не в тему свадьбы. Нужно было делать какое-то серое. Все спасает, конечно, декор. Действительно расстарались. Коряги какие-то, там шишки, листья. Это было такое что-то очень оригинальное. Да, как это удивить всех? Корягу тащил на свадьбу, скажешь. Типа, ммм, зато у них коряга была. Да. Херня все полно, зато у них коряга была. А у нас не было. Мне не терпится посмотреть московскую свадьбу в Риловине. Я надеюсь, надеюсь. А я больше всего жду оригинальную еду. Садитесь за стол. На столе мясная нарезка, овощная нарезка. Привет, моя сладенькая капустка. Я девятой на панкете и ждала. Морковочка прелестная. Еда такая прям рязанская, обычная. Картошечка такая с чесночком прям. Ну, мне с удовольствием скушать. Салат греческий, салат необычный с сухариками. Рыбная нарезка, как столовки. Потом, значит, начинается танец молодых. Выбежали девчонки такие в коротких юбках. Что за девушка в 100 сетевых? А это шоу-балет. Ничего себе. Ну, не, шоу-балет на себя внимание перетягивает. Это лишнее, мне кажется. Негармонично смотрелось. Почему нет гармоничности? Саша ведет себя очень странно. Ничего ей не нравится. В какой-то момент... Ну, она другая девочка. Нет, не веселее. Нет, как бабах, а девочки это шоу. Да, потому что водку нужно закусывать не огурцом, а с оленями хотя бы. Капец. Ну, в смысле, она просто этим ломтиком обычного огурца закусила. Я не знаю, я не спец в этом. Но она сама по себе такая девочка. Она и на своей свадьбе была такая, типа... А сейчас, может, она выпьет и покажет себя настоящую? Да, может быть. И плюс у нее еще жених старше. Ну, получается, что он, как бы, типа, главный. Короче, не знаю. Все это странно. Ну, мутила шампусик. Надюша, милая. Можно шампустика взять у тебя, бутылочку? Добавила в шампанское водочки. Ну, небольшой коктейльчик сейчас дай. Мне очень интересно посмотреть, какая Саша пьяная. Может ли она раскрепоститься? Мне кажется, если шампанское с водкой смешать, то можно раскрепоститься только... Еще они пьют шампанское с водкой, еще отдельно с топори с водкой себе наливают. Да, мне кажется, тут она сейчас начнет блевать на люстру с трусами или там люстру с трусами... Что, давай выпьем. Ну, правда, тебе шампанское надыбало, ну? А, не хотела водку? Мне кажется, она немного выпила, но ее прям развезло. Я не знаю, когда у Саши появилась информация, что внизу ребята наливают текилу, она потащила туда нас. Залпом-залпом, бьем-бьем-бьем-бьем-бьем! У-у-у! Девочки, давай-давай-давай-давай! Выпьем, вот это подвал? Да. И Сашу несет, начинает наезжать на какую-то женщину. Когда выпью такие крепкие лимпедки, у меня сразу смысл башни. Вы сюда пришли, вы сюда спустились, и имя, отчество, и фамилия, пожалуйста. И с какой стороны? Кошмар. Так, крошки, уводите Сашу. Ну, в принципе, все верно, она за что не представилась, не поздоровалась. Ну да, 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 может это... Неуважение? Да, мне нравится эта лампочка. Там же все свои. Да, их трое, не представ... Господи Иисусе, очень страшно. Она дел не натворила. Сашуль, красотка моя, пойдем еще там у меня есть один коксель. Пьяненькую Сашу очень хорошо взять с собой на стрелке, какие-то разборки. Если нужно кому-то вломить, я думаю, что без проблем. А вот этого нам на свадьбе точно не нужно. Лучше отвлеките Сашу и поздравьте молодых. Я подготовила магический обряд очищения Наде. Я хочу тебя обнулить, чтобы вот она такая очищенная, вступила в новую свою жизнь в образе жизни. Катя складывает на стол Надю просто вот так вот плашмя. Миша, иди сюда, держи благовоние. Ставит ей чашу на солнечное сплетение. Эта чаша сейчас будет петь. И своими вибрациями она будет очищать, так сказать, ауру Надюши. Это что? Это Саша Зверева, что ли? Я не понимаю. А сейчас апельсин во влагалище ей засунет, да? Какой кошмар. Зачем апельсин? Я не знаю, но Саша Зверева что-то на эту тему знает, нужно посмотреть. Не нужно. Какой-то вакканали просто вызов сатаны. Сатана не придется, а он это... охерел. А теперь эта моя волшебная чаша. Ты можешь в ней варить зелья, в общем, колдовать как хочешь. Кать, это что вообще такое? Ты что устроила? Шутка. Это не по-христиански. Я не наоборот. Ивакр. Не вышел кого. Что это, наоборот? Надеюсь, у вас подарки повеселее. Трава. Я хочу подарить Наде картину, нарисованную прямо костями, но разными частями тела. Для тебя такое, значит, задание будет нарисовать носом портрет невесты. Жука запаслась красками Холли. Это прекрасные краски на природе, но не в банкетном зале, когда ты в дорогом платье, в дорогих сапогах. Последний голубой аккорд у нас рисуется, конечно же, для страсти, для отражения любви. Он рисуется попой, пожалуйста, Катюша. Попой? А, она же хоть бы. Я очень старалась. Но попа была синяя, а картина так и не случилась. Завершающий аккорд от меня, пожалуйста. Интересно, почему это? Может, потому что сухая бумага гладкая, а попа тоже сухая, но это пористая. Ткань пористая. В ткань все впиталась. Да! Удивительно! Когда я стану богатой, знаменитой певицей, Надя просто продаст картины, нарисованную моими сиськами. Я думаю, что Надя уже не знаменитой в картине. Потому что краски Холли не рисует. И мы кидаемся? Да. И просто начинается какой-то лютый трэш. Саша выхватывает краски, начинает их подкидывать в воздух. Почему? Мы только, так скажем, пострадали от этих красок. Я решила то, что на окружающие люди гости тоже должны быть в этих красках. Смотрю, уже пола не видно, пола. Уже и на невестке. А бабкина стоящая? Я не начинаю это обмазывать совсем изя. Ну, вроде прикольно, да? Вы что делаете? Вы же Наде свадьбу испортите. Она веселилась тоже, обмазалась краской. Да нет, все, норма, наоборот. Желика, вот лучше б ты пела, как на других свадьбах. Это безопаснее для гостей. У меня есть еще один сюрприз, который я подготовила для Нади. Свой микрофон? Мне было даже интересно, что же будет сегодня. Не, у нее предпроводной. Как всегда, я не поняла ни одного слова из ее песни. Ни одного. Какой-то греблин-рок она поет. Все время. Наконец-то я спела нормально. Но главное, что тебе нравится. Теперь можем продолжать свадьбу. Мне интересно, как она у себя спает. Она же будет в группу петь. Саша абсолютно не была равнодушна. А точнее, группа не придет. Саша просто в хлам. Так не надо делать, потому что это реально. Кошмар. Начинает лапать меня за сиськи. На сиськов напишет. Саша жжет. Ну и правильно, да? Что ты ее сама споила? Что ты хотела? Думала, она что будет делать? Сидеть? Молодец, Саша. Так она намного веселее. Нежная, как лотос. Это прикольно, весело. Так, Саша, возьми себя в руки. Вот уже торт везут. Уезжает торт. Круто. Но это торт весь? Шоколадный, трехъярусный, с металлической вставкой. Стиль стимпанк, он вообще въехал очень хорошо. Магически вкусный торт. Шоколад восхитительный. И начинка такая. Черника, кажется. Жаль, что мне не удалось его спокойно покушать с чаем. Ча, вкусный? Ты научилась вилкой есть? Да, меня уже. Я понимаю, что Сашу нужно все, оттуда. А ей что не дали торт? Мы вышли. Выбежи Сашу, пожалуйста. Да, я сейчас. Катюх, ты сейчас. И ты постой с ней, манюха. А Катюх тоже в говно, да? Конечно, я вспомнила о своем прекрасном, своем гениальном решении пригнать туда тачку. Я не хочу, но серьезно, я испачкаю. А где хозяин этой тачки? Вот он вышел. Она же до хера стоит, наверное. Он вышел такой, а где моя тачка? Да? Она же стоил в голову. Может, это тачка заведения, и там, типа, у нее нет хозяина. Ну, может быть. В итоге она села. Очень удобно. На все тус еще надо брать с собой. Давай. Где же... Только нужно брать с двумя колесами, чтобы она не переворачивалась все время. А где-то уходила. Ой, это какая-то сюррая. Так, девчонки, идите скорее домой, пока вы меня окончательно не опозорили. Общее впечатление от Надины свадьбы очень хорошее. Да, естественно. Было очень весело. Самое главное, что на этой свадьбе кайфовали молодые так, как никто, наверное. Хороший такой рязанский праздник. Так в этом и суть, что есть люди, которые делают свадьбу для себя, а есть люди, которые делают свадьбу для родственников и гостей. И вот те, кто делают для родственников и гостей, они сидят вот так вот, типа, лишь бы никто не нажрался, не подарялся. Господи Иисусе, сохрани меня. Когда можно остаться, наконец-таки, без всех и нахериться в жалую. Да, да. А эти, типа, сразу устроили свадьбу для себя. Вот за это предлагаю и выставить оценки. За платье невесты Нади я ставлю 7. Это было стильно. Ну, я ставлю десятку. За место проведения свадьбы Нади я ставлю 4 балла. Ну, блин, это было на какую-то столовую похоже. За банкетное меню на свадьбе Нади я ставлю 4 балла. Не было что покушать. Не было что покушать или не было что... Москва не сразу строилась. Вот этого я и ждала. Не сразу построилась и любовь нашей последней пары. Анжелики и ее жениха Владимира. Да, вот. Во всем по порядку. Ей нравится опыт. Мы знакомы уже больше 10 лет. Жили мы в одном подъезде. Но я подумал, как же можно было познакомиться. Искал повод. В итоге узнал, что у нас есть общий друг. В итоге нас познакомил. Сразу у нас в голову обоих возникли искры. Они жили в одном подъезде, и он не мог с ней познакомиться? Или нашел какого-то общего друга? Да. Он же мог типа сказать здрасте. Есть соль? Здрасте, да, я ваш сосед. Это вы орете по ночам, как кошка драная. Наконец-то я пою, а мне нравится. Все. И они бы типа... Мы поженились бы сразу. Зачем этот какой-то друг? Не понимаю. Глаза? Искры? Или кто? Огни. Огни. Ну, наверное, он это смущало. Мы расставались, на самом деле, на два года. У меня уже был другой мальчик. Два года я страдал. Либо сейчас, либо никогда. Потом решил, что все это время уже бесполезно. Отбивал я ее агрессивно. Но я пришла к выводу, что первая настоящая большая любовь. Он съел того мальчика? Какого-то агрессивно отбивал. Не знаю, но он милашка. И она... Я сказала, да. Они очень милые парни. Большую часть денег зарабатываю я. Я тоже чуть-чуть зарабатываю. Жена моя очень талантливая. А он мне поможет нам, волю дараться. После каждого ее выступления я прихожу с огромным букетом цветов. У нас цветы уже ставить некуда. Мой муж самый лучший. Мне нравится в нем все. Его запах, его характер. Он очень добрый человек. Я называю его ласковый медвежонок. Он меня лисичкой. Но милый. Да-да, похоже на мишку и лисичку. Но пока что она не самая милая пара. Да-да-да. Ой, я чувствую. Ну что, лисичка, волнуешься перед своей лакшери-свадьбой? Я очень волнуюсь. Постоянно смеется сон, что я опаздываю в ЗАГС. Больше всего боюсь опоздать в ЗАГС. А вот кто точно не опоздает? Это твои соперницы. Они уже здесь и морально готовят. Это бедные родственники. Очень хочется посмотреть, что же там такое будет за такие деньги. Крошки, а вы, как я посмотрю, почти все под раскоду. Девки, вы что одна в трауре? Мы живем в 21 веке. Черную на свадьбу вообще огонь. Ты индус или кто? На царскую свадьбу всегда нужно привнести волшебство. Поэтому я сегодня в образе сказочницы. У меня шизофрения немного. Шишка на голове. Идем на выкуп. Подходим к месту встречи. Здесь все правильно? Мы на свадьбе? Тут идет жених. Ого. У меня такие смешные друзья. Как вам женится? У жениха. Женихабельностью так и не слово. Я, честно говоря, думала, что он будет выше. Анжелика его, на самом деле, грубо называют медведь. Но он такой плюшевый мишка. И тут начинается выкуп. Чтобы пройти наверх и провести свой народ, нужно получить ключ-карту. Какие-то цифры, в общем, там на стене. Жених должен угадать, с чем эта цифра связана. Второй размер безлочия. Нет, не второй. Только облицовку вы испортили. Узнание. Очень долго шли по ступеням. Отгадывали какие-то цифры. Жених стоял на ковре. Что? Вход в три. Они обычно на коврике молятся. Мы заходим в дом. И тут начинается непонятный квест. Н на дне. Все на дне. Ура! В итоге этот квест привел нас в квартиру, где живет Анжелика. Здравствуйте. Королева. Как принцесса из Зазеркалья просто. Офигенно. Платье Анжелики производит фурор. Нет, совпросту, оно действительно симпатичное. Платье великолепное. Усыпанное цветами, веточками. Я не люблю стандартные платья. 150 тысяч она закладывала. Я не увидела эти 150 тысяч. Ну, в смысле? Ну, там камешки какие-то. Кто ее знает? И вообще, это, материалы же образные. Кушать? Что там? Правильно же, танки. Потные, мокрые. Мы спускаемся к лимузинам. Господи, как же туда садиться-то? Ветпанка. Больная обезьяна, боже мой. Их не позвали? Барби-катафалка. Причи. Это привет из 90-х. Типа испортить, чужую свадьбу нормально, а на свадьбу. Нет, ты что, я этих ублюдков не позову к тебе на свадьбу. Ехать, наверное, часа полтора. Плед. Мы приезжаем в парк Коломенское. Полтора часа ехали. Ой, девочка красивая как. В палаты Коломенского дворца. Гороскоп на потолке, солнце, вензеля. Все лучшее сразу и в одном месте. Мы стоим в дворе, да, и тут мимо нас проходят какие-то ряженые мужика-баба. Первый губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Меньшиков. Это что, Санбурская? Парик. А что, Меньшиков не в маске? А он уже умер, жаль, типа. И тут начинается церемония. А, там внутри каркас. Ну, это не очень, когда каркас. Хотя, с другой стороны, она бы не дошла в тридцатилюбках. Ты находишь модель сона в современных платьях на скрипках. Ты находишься в царских палатах 17 века. Такой винегрет. Являет ли ваше желание стать супругами... А почему тут... Мне кажется, здесь бы отлично подошел любой кассир из теремка. Типа, Судырь, Сударыня, вы тут это... Ну, что тут... А тут, получается, обычная баба какая-то. Блинчик захотелось. Ну, да, это то, о чем мы думаем всегда. Ну, ты зачитала. Я репер будущей. Не тронула, честно. Не было никакого самого вот этого таинства. Момента сказки, вот этой вот эйфории не было. Дальше мы идем запускать шары. Очень экологично запускать у него шары, чтобы они потом атмосферу засоряли. Да, да, да. Я решила не загрязнять нашу экологию. А я тут тебе компанию составлю. Как свиньи улеглись на эту траву. На, эти трусы видно. Если бы все гости легли на траву и получили бы от этого гораздо больше удовольствия, чем просто они технически запустили туда шарики. Ну, все очень обыденный стереотип. Почему бы нет, подвижать молодых жены. Саша активно позиционирует из себя воспитанную барышню. Но нас не проведешь. А что, лежишь, смотришь на шар, я их... Да. Мне нужно голову задирать. Ну, в смысле она не воспитанная? Вы же ее напоили. Так, отправились на банкет. Я выхожу, смотрю на это здание, и у меня первая ассоциация. Это вокзал Сухуми? Такой же вокзал. Уже не действующий, слегка разбитый. Да, оно такое все старое, но, не знаю, мне понравилось. Дальше выходят ведущие. Нас выстраивают в колонну. Давайте выпьем, пойдем. Зачем нас сюда выстроили, выгнали, и мы стоим, как пионеры. О, да, 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 это очень напрягает. Холдно. И тут приезжает на прекрасном красном каене Мауза Зона. Это не каен. Это панамера. Ну, какая разница? Для меня это вообще красная машина просто. Я вообще не шарю. Единственный вопрос, почему он ей руку-то не подал, чтобы ее из машины вывезти? Потому что у нас самостоятельная женщина, сама может выйти. Ну, и, наконец-таки, мы зашли. Ну, вот и все. Ты замужем теперь. Добро пожаловать на свадьбу Анжелики. Владимир. Бюджет – один миллион двести тысяч рублей. Это, брат, юнка. Да, да. Стив – тяжелый люк. Тяжелый люк. Стив – свадьба на ипподроме. В смысле? Это ипподром? Так много цветов разных, синий, красный. Что за ипподром? Где лошади? Там, видишь, лошади эти? Пахнет сапком. Она давала такой стариной, прям какое-то. Мне было абсолютное ощущение, что я нахожусь в театре Красной Армии. Но все-таки дорого-богато. Видим, значит, надпись Анжелика и Владимир. А что они такая промятая во всех местах? То ли специально под старину делали, то ли кто-то жевнул. Ну, хватит уже придираться. Что сделал? Жевнул. Ничего красивого на свадьбе нет. Живые цветы красивые стояли. Даже ягодка есть здесь. Здесь вот можно ее отлупать. Цветы были живые, но в них не было шедевра. Оформление, которое там было, не стоило того бюджета, который у них был заложен. Может, бюджет ушел на еду? Может, еда? Вот сыр дорогой, с плесенью. Бри? Нарезка мясная, нарезка рыбная, нарезка овощная. Все, я хочу есть! И огурцы цельные. Попробовала баклажаны с сыром и чесноком. Мне достался чеснок целебовый. А еще были удивительные бутерброды с икрой. С одной стороны икра, с другой – масло. Это как едят? Это начальство с одной стороны, отпустят в одну, с другой? Так это круто. Перемешать? Нет, вдруг тебе нравится масло, и ты не наешь икру. Да, стряхнешь. Ешь, типа, масло. Или наоборот. Ну, вообще, мне кажется, нет таких. Типа, ты любишь икру и это. Я булку не ем. Вот мне удобно. Или, знаешь, бывает, намажут до хрена масло и положат чуть-чуть икры, и нужно, типа, со всего бутерброда на край сгребать икру, чтобы как-то укусить нормально, чтобы был нормальный баланс. Все хочется икру, масло. Что курица, что рыба очень пресная. Тут очень клевый соус, мясо, но само мясо, но заходит себя. Она остыла. Чем банкет Анжелики за миллион двести отличался от банкета? Это не банкет за миллион двести. Платье сто пятьдесят, там еще кольцо, букет, шары. Костюмы жениха, этот, парше, который не каен. Да, ложный каен. Да. Может, кстати, оно и стоило миллион двести. Сколько стоит такая машина, например, бушная? Не знаю, это уже старая была машина. Ну вот. Надюхи в Рязани. Ничем. Были вкусные закуски, все остальное было сухое. У нее, простите, вилка пластиковая? Но она какая-то тонкая. Надеюсь, ваше впечатление скрасят конкурсы от ведущего. Прекрасно, ведущий. Начинает проводить конкурс. Делось так. 20 минут он объяснял людям, как скакать на лошади. О, боже мой, за что? Очень странный товарищ. Расстрелять. Расстреляйте, пожалуйста, этого беднягу ведущего, который просто не знает, что сказать. Не надо, он нам еще пригодится. Первый танец объявить, например. Начинается первый танец молодых. Ого. Анжелика вышла в красном боди. И тут... Только не брони. Таны сзади порвались. Круто. Похудела бы, что ли. Девчонки, ну нельзя быть такими вредными. Танец-то красивый. Красиво вообще больше. Ну, зато какое-то воспоминание остается. В этом нет ничего такого. То есть, типа, это какой-то конфуз секундный, но это можно всегда перевести в шутку. Да, это, типа, ничего в этом страшного нет. Вообще ничего страшного нет. Посмеяться, а потом, через много лет вспоминать. Помнишь, потанцевали, со штанами на жопе порвались. И они вдвоем будут ржахить над этим. Ничего такого. Повляйте молодых. Анжелика на мою свадьбу привезла краски, которыми был уделан весь зал. И я поняла, что надо чуть-чуть отомстить. Она подготовила ей подарок, шар, сюрприз. Внутри краски? Вместе она такая. Ты уж меня простила. Блин. Сейчас Надя обсыпет просто этими гребанными красками Анжелику. Глаза Анжелики расширились. О! Это круто. Нереальное облегчение. Это круто. Когда из шара вместо красок посыпались конфетти. Да! Конечно же! Золото! 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 Это семья. Но Анжелику ей удалось испугать. Под козу шутит. Брошки? Надеюсь, ваши подарки невесту не напугают. Катя подарила Анжелике спектакль. В городе Энн родилась маленькая девочка. Я от души готовила эту сказку. Анжелика была доброй девочкой. И когда она пела, вокруг нее слетались все голуби города Энн. Про встречи, знакомства, про эту любовь. Будьте счастливы. Держите. Ой, ты очень милая. Спектакль был на самом деле очень трогательный. Анжелика плакала. Предоставляет слово первое родителям. Доченька, зайка, получилась так, что я здесь одна. У Анжелики, как оказалось, недавно умер папа. Голайки поменит у моего сына. Анжелика сидит и начинает просто плакать. Человеку все-таки должен быть праздник. И дальше это был апогей, конечно. Нас пригласили на балкон. На большом экране сделано слайд-шоу с фотографиями Анжелики, их семьи и отца. Ой, это вообще жестко. Да, вообще жесть. Песня звучала Анжеликина. Я так понимаю, что она ему сочинила эту песню. Вот тут я заплакала. Я просто реву и не могу остановиться. Хорошо, свадьба превратилась в поминки. Это настолько спекуляция на чувствах. Ребят, ну мы пришли на свадьбу. Не на поминки. Жених, невеста, давайте чествовать их. Мы были, скажем честно, расстроены. У меня эмоциональный срыв. И тут выносят огромный белый красивый торт. Да, только все рыдали. И давайте всех тортом накормим. Да, слушайте, ну так не делается. Если честно, это просто трешак. Типа, ну, сарямба, это жесть. Блин, какая красота. Они на него потратили, наверное, блин, тысяч сто. Торт был очень подозрительный своими размерами. И мы пошли посмотреть, что же это за торт. И, в общем, тут мы поняли, что торт не настоящий. Это муляж. Я подошла взять торт. Я взяла кусочек торта и решила ее покормить. В Наде проснулась рязанская свинья. А со свиньями надо посвинячьим. Что у нее там, светится микрофон? Да. Меня провоцировать. В Рязани делай, что хочешь. Москва это Москва. Прикольный лак для вопросов. Из сливок. Да уж, согласен. Лучше свадьбу прокомментируйте. А зачем так делать? Объясните мне, пожалуйста. Вы пошли жрать торт? Зачем ссовать в лицо кому-то другому торт? Вы что, куколу что ли? Я ее не увидела. Плохая традиционная свадьба. Энжелика. Это какие-то вообще вещи несовместимые. И было абсолютное ощущение, что все бы ты выломала. Панки были. Советское нечто. Да, готовили, видимо, родители просто. Цените вы все равно достойно. За платье Анжелики. Она что, подождите, я сидела, ждала, что она будет петь. Что она будет выступать с группой. А получается, что ничего такого не будет, что ли? Я что, как дура сижу тут час. Ждешь концерт? Жду час пятьдесят. Жду концерт. А мне хер без концерта? Торт и это, Совет Юнион какой-то? Было красиво. Так и знала. Так и знала. За банкетное меню на свадьбе Анжелики я ставлю пять баллов. Было вкусно. Но момент с горячим подкачал сильно. За место проведения свадьбы Анжелики я ставлю три балла. Внешне мне понравилось, внутри было много. Слушай, внутри какой-то, да я даже не знаю, какой-то старая советская гостиница с ковром на полу. Да, с флёрдой листом дорисованным. Не, я не знаю, может это просто всё очень дорого стоит. Стулья какие-то полутеатральные, какие-то пластиковые. Да, страшно, как-то сейчас Сталин выйдет, расстреляет всех нахер просто. Там типа эти фальш-колонны на стенах. Ну, это ладно, но такое ощущение, что какие-то пластиковые. Ну, короче, блин, хрень какая-то. Да, да, какая-то... Ну, то есть, это выглядит не богаче, чем столовка в стимпанке. Да, только тут нету никакого общего стиля. Здесь просто потолок высокий. Да, и это хорошо. Всё остальное... Ну, да, это в пародию на барокко завезли с Советский Союз. Хозяев расстреляли просто. И типа празднуют. Четыре свадьбы позади, и сейчас мы узнаем, кто заслуживает победы и кто получит путешествие мечты от канала Пятница. Ну, я считаю, что стимпанкерша даже должна выиграть. Мне тоже так кажется. Екатерина, Москва, Надежда, Рязань, Анжелика, Москва. Девочки, даю вам возможность в последний раз сказать друг о друге всё, что думаете. В прошлой серии мы ничего не говорили. И мы с девочками очень стали близки. Не, в прошлой серии эти результаты меня не властели. Постоянно натянутая улыбка на лице. Надя мне сразу показалась такой простой девочкой из Рязани. И действительно так и есть. Если из этой четвёрки убрать одно звено Саша, то мы бы классно повеселились и оторвались без всяких конфликтов. Человек, который не понимает шуток, который ведёт себя, ну, просто аморально, ну, просто фу. Я очень злая, на самом деле. И на идиоток не обижаются, но остаток остался. Основные оценки невесты не уже выставлены. Ну, я считаю, что спаивать человек – это ну, ну, да, просто. Спределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. Ощущения очень двойственные. Очень концентрированные эмоции. Красивая. Я оценю с вами поколит. А это хочется поставить колу. Девочки, давайте выпьем немножечко, да, за то, что всё заканчивается. Хватит, поддерживаю. Водку добавили? Я, наконец-таки, рада, что всё заканчивается. Сашуля, с каждой свадьбой всё больше бушует. Я боюсь, пятой мы бы не пережили никто. Мои малышки затаили дыхание от волнения. Ведь прямо сейчас в студию войдёт... Интересно, а вот ей не обидно, что её называют Сашулей? Может, ей нравится Сашуля. Что это неприятное? Не знаю. Ну, просто, типа, редко я слышу, что кто-то кого-то называет Сашулей. Меня так, по-моему, никто ни разу не называл. Это очень странно, Сашуля. Ну, меня Луизули никто не называл никогда. Почему-то. Луизуля! Луизуля! Ой, меня кто-то как-то Луизкин кто-то назвал. Это, типа, вызывает мне ненависть просто сразу. Чё тебе надо? Чмо? Сашуля. Может, это ласково? Сейчас все тебе будут в комментариях Сашула вызывать. Муж одной из них. Именно эта пара и станет победителями проекта. Не толстый. Это справедливо. Она реально хорошая. Справедливость. И они очень милые. Да ладно! Да ладно! Мы поздравляем, Надюка! Спасибо, Дюка! Мы поздравляем Надю! Она стала победительницей проекта! 97 баллов. 97 баллов. На втором месте Анжелика. У нее 96 баллов. На третьей строчке Катя. И ее 85 баллов. Прям вровень почти идут. И на четвертом месте Саша. И у нее 5 баллов. Она набрала 54 баллов. Сочи никому не понравилось. Подпускаем победителей в долгожданное путешествие. А вы, крошки мои, посмотрите книгу оценок и узнаете, кто из вас оказался самой хитрой? Екатерина. Александр. Платье невесты. 5 баллов. Банкетное меню. Ох, 6 баллов. Ты ж мясо не есть. Почему? Потому что я объективно оцениваю, Саша. Общее впечатление от свадьбы 2 балла. Потому что твоя свадьба в Сочи была лишняя. Там было море. Там можно было прекрасно провести время иначе. Да. Анжелика, тебе прочитание о твоем творчестве. А Саше хочу пожелать ему мудрости. Спасибо. Я не ожидала... Женской. Настолько, что даже муж не подготовил. Хочу с собой не взял, приехал как есть. Поедем мы, наверное, скорее всего в Мурманск. Там есть чего посмотреть. Серьезно? В Мурманск? То есть кто-то там ездит куда-то в ГО, там еще куда-то. Мурманск. Мурманск, там холодно. А что не в Муром? Там же холодно, реально. Это же север, не о чем мы. Можно в порту поработать. Там еще осень. Странные ребята. И все? И все? Подожди, а где другие оценки? А где другие оценки? Какого хрена? Какого хрена? Это уже который раз. Опять какая-то недосказанность. Да. Который раз с нами так поступают. Самое же классное, это в конце, когда они начинают сраться, да усеру доказывая, что моя свадьба была лучше, зачем ты мне поставила два... Чего ты, короче, это? А мы сейчас пойдем покупать красные трусы и искать люстру. Точно. И вы обязательно, обязательно купите красные трусы, найдите люстру, кинете трусы на люстру, сфотографируйте, пришлите нам в Инстаграм. Вот. Не забудьте. А мы хотели какую-то фотку вставить. Это была шутка. Да нет, я серьезно. Мы хотели вставить фотку где это, где три желтка в яичке. Надо не забыть. Фотки не будет. Встретимся в следующем видео. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Пока. Продолжение следует...